Добрый вечер! В эфире новости дня в студии Анна Фтюрина. Я и мои коллеги расскажем вам о наиболее значимых событиях в городе и области. И вот некоторые темы этого выпуска. Новая строка в оплате ЖКХ. Что такое целевые взносы и почему сумма вызывает возмущение жильцов? Из Египта на родину. С какими чувствами вернулись наши земляки из лета в зиму? Выселяться надо, но куда? Выбора нет. Кто не мечтает жить в историческом центре Оренбурга? Названа официальная версия причины крушения российского самолета А321 в Египте. Теракт. По сообщению информационного агентства ТАСС, взрыв был произведен с помощью самодельного устройства мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Эти данные озвучил сегодня глава ФСБ Александр Бортников на совещании у президента Владимира Путина. На сегодняшний день авиасообщение с Арабской Республикой остановлено. Завершается эвакуация туристов. Минувшей ночью из Египта вернулись и все оренбуржцы. Это почти 400 человек. Как прошел полет наших земляков, что волновало и беспокоило, узнавала Оксана Боричева. Вывозить последних оренбургских туристов из солнечного Шарм-эль-Шейха решено было двумя чартерными рейсами. С разницей в пару часов самолеты международной авиакомпании Норвинд должны были доставить отдохнувших и загоревших оренбуржцев домой на родную землю. С минуты на минуту на взлетно-посадочную полосу Оренбургского аэропорта приземлится чартер из Шарм-эль-Шейха. На борту самолета 182 пассажира. Отдыхающих встречают родственники и друзья, которые с волнением все эти две недели следили за новостными сводками. Любовь Николаевна с Красного моря ждет дочку, внучку и племянницу. Путевки они брали до того, как случилась катастрофа на Синайском полуострове. После долгих раздумий семейного совета было решено отдых не откладывать. 5 октября, ровно за день до того, как вступил в силу запрет на полеты в Египет, Любовь Николаевна проводила родных в Шарм-эль-Шейх. Я не переживала, я была уверена после всего, что произошло, что полный контроль будет. Несмотря на шокирующую трагедию с российскими туристами, большинство оренбуржцев в панике не поддались и со спокойной душой проводили родных на берега Красного моря. В принципе, созвонились, узнали, что все нормально и ожидали спокойно. Улыбки на лице прилетевших лучше любых слов. Счастливые и довольные пассажиры чартерного рейса удивлены тем, что помимо родных их встречают вспышки фотокамер и тележурналисты. Елена с мужем и маленьким сыном под палящим египетским солнцем провели 11 дней. Говорит, что страха перед полетом у них не было. Ожидания оправдались. Без происшествий полет прошел очень хорошо. Пилот очень хороший, очень мягкая посадка была. Долго аплодировали им. Единственное, что сейчас волнует туристов – их багаж. Как известно, его переправят отдельными рейсами через Москву. На борт самолета разрешили взять только самое необходимое. Елена с присущей ей женской логикой с собой взяла сувениры. То, что сразу подарит родным. Остальное пообещали доставить в ближайшее время. Обзвонят всех. Или приехать сюда нужно будет за багажом. Или, если по нашему желанию, могут доставить или на почту, или домой. Вот так. Несмотря на то, что Любовь Николаевна без опаски отпустила родных на отдых, слезы радости от их благополучного возвращения сдержать не может. Ее племянница сразу делится впечатлениями. Отели стоят полупустые, египтяне растеряны. В последние дни бассейны многие уже были отключены. То есть программы развлекательные какие-то уже даже не показывали, хотя они должны были быть. В настоящее время полеты в Египет приостановлены. Когда они возобновятся, пока неизвестно. Оксана Боричева, Семен Воробьев. Новости дня. В Золотом фонде молодежи Оренбуржья пополнение. Больше 80 молодых и талантливых сегодня получили памятные знаки из рук губернатора Юрия Берга. В их числе юные ученые, изобретатели и лидеры общественных организаций. Это результат большой работы. Каждый из конкурсантов еще со школы участвует в общественной жизни, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях или ведет научно-исследовательскую деятельность. Изучают аспекты глобализации, возглавляют ораторские школы, выигрывают гранты на молодежных форумах. А также пытаются найти новый подход в решении наболевших проблем. Премия вручается в этом году уже в восьмой раз. Победители получают не только памятный знак из рук губернатора, но и возможность войти в кадровый резерв органов власти. Поэтому и отбор многочисленных конкурсантов проводился жесткий. Торжественным вручением памятных знаков общение главы региона с молодежью сегодня не закончилось. С участниками форумов Юрий Берг встретится в лагере «Янтарь». Всего молодежь в этом году получила около 6 миллионов рублей грантов и теперь готовится к реализации своих проектов. Сейчас мы будем выпускать книгу, которая посвящена истории развития аренбургских отрядов. Надеемся, что в следующем году и презентуем ее. Даже не надеемся, а обязательно презентуем ее, потому что следующий год будет юбилейным для нашего движения. Подводя итоги форумной кампании, ее участники и руководители отметили. Таких результатов регион добивается впервые. Юрий Берг обещал, что в 2016 году Аренбургия объединит подрастающее поколение двух континентов на первом молодежном евразийском форуме. В Аренбурге начали работу сразу две специализированные выставки-ярмарки «Промэнерго» и «Управление отходами экологии». В числе участников более 50 предприятий и фирм, в том числе и с соседнего Казахстана. В выставке принимает участие аренбургский филиал Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Его ученые презентуют новый продукт, который представляет особый интерес для дорожной отрасли. Перед началом выставки состоялось примечательное событие. Теперь у традиционного организатора выставочной деятельности есть новый партнер. Подписание соглашения о сотрудничестве между филиалом Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина в Аренбурге и компании «Урала-экспа». Университет имени Губкина обязуется участвовать в организации тематических выставок и конференций. Тех, где речь будет идти о нефтегазовой отрасли. И ближайший из них пройдет уже в феврале будущего года. «Много мы говорим о том, что нефть и газ – это важная составляющая экономики России и отдельно взятых регионов. Но, скажем, для нашей Оренбургской области всегда нефть и газ – это очень серьезная основа экономики. Но вот я помню, что до 40% валового регионального продукта нашей области это нефтегаз дает». Уверена, что все вместе, вот это наше сотрудничество, придаст выставке и новое звучание, и новые интересы. Для специалистов это будет очень полезно, очень интересно и научно продуманно, инвестиционно направлено. Есть еще направленность инновационная. Ученые Губкинского университета придумали, куда можно направить неиспользованный циолит. Он применяется в технологических процессах газоперерабатывающего и гелиевого заводов для очистки газа. Выяснилось, что циолит легко заменяет в асфальтобетоне традиционный щебень. «Методика приготовления асфальта не изменяется, лишь добавляется в зерновую часть как раз вот этот самый неиспользуемый пока циолит». Экологическая составляющая новой разработки в том, что циолит сегодня складируется на специальных полигонах, и газовики вынуждены платить за его хранение. Получается, что одним выстрелом можно убить двух зайцев, устранить залежи промышленных отходов, одновременно получив востребованный продукт. Виталий Дерябин, Игорь Бероев, Новости дня. Ждать ли компенсации? К нам в редакцию обратились возмущенные оренбуржцы. Их счета за квартплату увеличены практически вдвое. С апреля в квитанциях появилась новая строка – целевые взносы. В среднем это 2000 рублей с каждой квартиры. Но управляющая компания обещает вернуть эти деньги. Ждать ли возврата? А главное, какова цель нашумевших целевых взносов? Проблемой разбирались мои коллеги. Мы пенсионера получаем и идем платить. И они с пенсионеров дерут. На перебой люди жалуются и не могут понять, за что они платят уже полгода. По их словам, управляющая компания не отвечает на запросы и полностью игнорирует обращения людей. Вот у меня однокомнатная квартира, мне приписали 2063 рубля. Когда-то я платила за нее 1700. А сейчас это 4,5. С моей пенсии я не смогу заплатить такие суммы. Люди считают, что все это незаконно. Рассказывают, что якобы было общее собрание. И будто бы жильцы подписали согласие на сбор целевых взносов. Хотя, по словам людей, ничего подобного не было. Мы вообще не видели ничего. Мы не подписывали. Мы даже понятия не имеем, что это за взносы. Более того, по словам жильцов, коммунальщики приписали в их счета еще по кубу воды. С каждой квартиры. Итого 90 кубов. И у людей уже появились предположения, откуда взялись эти цифры. Народ стал возмущаться. Не платим. Так они вместо целевых взносов включили их за воду. В горячую и в холодную. У коммунальщиков взгляд на проблему прямо противоположный. Они считают, что люди сами виноваты. Некорректные показания счетчиков и квартиранты. Вот причина всех перерасходов. Поэтому им приходится как-то компенсировать несоответствие. Не всегда корректно подают показания эти. И не всегда жители нас пускают в свои квартиры. Они говорят, мы вам показания даем. Но, извините, когда семья из четырех человек использует холодной воды, один куб подает. Ну это что? Урал обслуживает 40 многоквартирных домов. Но целевые взносы платят около 50 адресов. Перерасход считают в каждом доме отдельно. За 2014 и 2015 год. Но управляющая компания делала это незаконно. Сроки уже прошли. И деньги они могут собирать только за текущий год. Порядка, наверное, 30% не заплатили. Вот эти 30%. То есть просто аннулируется, это будет сумма. А кто заплатил, мы будем перерасчет делать. То есть будем компенсировать этим людям деньги обратно вернем. Получается, что остается долг лишь за 2015 год. По словам директора, сумма платежа уменьшится почти на 80%. Сейчас управляющей компанией «Урал» занимается прокуратура. И теперь надзорные органы должны разобраться, достигли ли целевые взносы своей цели. Алина Эльбукайл, Дислав Горбунов. Новости дня. Центр города как эпицентр проблем. Иметь свою жилплощадь в исторической части Оренбурга – мечта многих. Правда, за красивым фасадом порой совсем неприглядная действительность. С какими проблемами приходится сталкиваться некоторым оренбуржцам, своими глазами увидели наши корреспонденты. Улица 9 января, центр города, гостиный двор, кофейни. А за этой едва заметной дверью совершенно другая реальность. Это вход не в подсобное помещение, в общежитие, которое раньше принадлежало шелк-комбинату. Вот сейчас на нас подали иск, чтобы нас отселить оттуда и выписать нас с регистрации, снять, освободить помещение. Без предоставления жилой площади. Такое жилье предоставляют как временное, но бывшие работники шелк-комбината живут здесь по 30-35 лет. Памятник архитектуры приватизировать не дают. Комнаты, по словам жильцов, принадлежат имущественному фонду города, но не числятся ни за одной управляющей компанией. В 2004 году комбинат закрыли, жильцам предложили переселиться в болгарские вахтовые домики. А теперь, после того, как отказались, у них убогую жилплощадь отбирают через суд. Этот двор через дорогу. На деревянных подпорках держится кирпичная стена. По документам, этой пристройки в природе не существует, поэтому ее никто и не ремонтирует. Они говорят, у нас в плане ее нет. А посчитать ее посчитали к нам в метраж еще дополнительный. Канализации не чистится, горячей воды нет, с потолка подлит штукатурка. Иногда прямиком в сковородку с едой. Три года назад случился пожар, но в текущем ремонте жильцам отказывают. Мы обращались в компанию, вот в эту, Оренбургскую. Мы все время говорили, сделайте нам ремонт. А потом, значит, замяли-замяли, а теперь они говорят, что мы должны это делать сами. Многие проблемы исторического центра скрыты за красивыми фасадами. Их не торопится решать и сюда не водят гостей города. Инна Маркелова, Виктор Яковлев, Новости дня. Сегодня в Оренбурге открывается выставка Бориса Жукова. Инженер по профессии. Раньше он имел дело с радиопередающими устройствами. А в последние годы всего себя отдает изобразительному искусству. Художник с большим увлечением пишет картины. Его творчество признают искусствоведы. Жители и гости города в ближайшие дни смогут познакомиться с творчеством Бориса Жукова. Пенсию заработал. Надо немножко и для души. А душа постоянно тянется к творчеству. Кисть Борис Жуков может не выпускать из рук долгими часами. В голове крутится несколько сюжетов, которые хочется перенести на холст. Пейзажи, портреты, натюрморты. Жанр не главное. Важнее передать настроение, мысли, чувства. Причем исключительно позитивные. Отсюда и выставки автор дал название «Формула позитива». Тут у нас в мире очень много всего такого плохого, нехорошего, негативного. Фильмы идут, убивают, грабят. Хотелось бы, чтобы этой выставкой показать что-то такое доброе, хорошее, спокойное. Среди работ Бориса Жукова и таинственная красота природы, и величественные виды города, и житейские сюжеты, нередко юмористически окрашенные. Вот, например, автора позабавила, как кот пьет воду из ведра, или кролик спит в собачьей будке. Любовь и трепетное отношение к окружающему в каждой картине. Он интересный мастер, уже только потому, что относится к природе, к окружающим людям с огромной добротой и чувственностью. Позади долгие годы службы в армии, работы инженером по радиосвязи. А впереди у Бориса Жукова творчество и воплощение новых идей. Несмотря на солидный возраст, он как юный ученик, учится у признанных мастеров кисти. Работы Жукова сегодня пополняют коллекцию областного музея ИЗО и находят все больше почитателей. Анна Золотухина, Роман Боричев, Новости дня. Авиадвигатели для производства. На дожимной компрессорной станции общества «Газпромдобыча Оренбург» провели замену газотрубного двигателя на одной из установок по перекачке газа. О ходе ремонтных работ и о том, как газовикам в производстве помогают авиационные двигатели, смотрите в следующем сюжете. Это один из шести турбодвигателей дожимной компрессорной станции номер 3. Аналогичные установлены на самолетах Ил-76 и Ту-204. Однако здесь их задача – сжать до необходимого давления, поступающий из промысла в газ, что позволяет углеводородам преодолевать десятки километров по трубопроводам до газзавода для дальнейшей их переработки. Спустя 25 тысяч часов работы – это примерно шесть лет – газотурбинный двигатель демонтируют. Его отправляют на Пермский завод, где он будет капитально отремонтирован. На место отработанного двигателя устанавливают ранее отремонтированный. Он будет работать. 25 тысяч часов налета отработает и покачает газ. Третий раз меняем двигатель на этой машине уже. Самая первая машина начинала работать с нее и пошло все. Это работа ДКС-3. Теперь двигатель загоняют в бокс, подсоединяют к газоперекачивающему агрегату, нагреют помещение до 20 градусов, очистят его от всевозможного мусора, чтобы тот не попал в турбину во время работы двигателя, и затем опломбируют бокс. Практически ежегодно мы выполняем эту операцию на разных газоперекачивающих агрегатах. Сейчас это уже такая седьмая операция. Всего установлено шесть газоперекачивающих агрегатов, и уже на каждом из них выполнена подобная операция. Добавим, что работы проходят в рамках традиционных плановых ремонтов в обществе «Газпромдобыча Оренбург», когда с весны до поздней осени на всех объектах предприятия проводится замена, ремонт и модернизация оборудования в целях безопасного производства. Александр Сергеев, Виктор Яковлев, Новости дня. Баскетболистки Оренбургской Надежды ушли на двухнедельный перерыв, связанный с отборочными матчами всех европейских сборных. Пока у нашего клуба все в порядке. Передышка была просто необходима. Надежда играла на два фронта, Премьера и Евролига. По два-три матча в неделю, переезды, перелеты. И при всем этом Оренбургский клуб в лидерах в обоих турнирах. В Евролиге не смогли справиться только с ОГМК. Зато обыграли действующего чемпиона, чешского ОСК. Добились успеха во французском бурже. И вот на прошлой неделе выиграли во многом ключевую встречу у треского ОГУ спора. В таблице группы Б Надежда вторая вслед за Екатеринбургом. А вот в российском чемпионате у наших пока абсолютный показатель. Семь побед из семи возможных. И мы также на втором месте опять же за ОГМК. При этом Надежда сумела выиграть принципиальнейшую встречу в Курске. А в самом последнем матче просто унизила Ногинский Спартак 92-45. В боевой форме американки Боннер, Робинсон, Макбрайт. Сосеи, Кириллова и Беглова. Подменить лидеров готовы Шилова и Майга. Сейчас время собраться силами для новых свершений. 29 ноября пауза закончится матчем с Енисеем. Анатолий Юденич, Новости дня. К этому часу это все новости. Более полная информационная картина дня на нашем сайте media56.ru. Присоединяйтесь также и к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Нам он продолжен следить за событиями в городе и области. Хорошего вам вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова